Я всех приветствую на своем канале Unifam and Unifam и с вами Лена. В этом видео я вам покажу свои покупки, которые я совершила на зимних скидках, а также кое-что прикупила для весны. На зимних скидках я купила всего лишь два предмета, это шляпу и перчатки, начиная с перчаток. Мне нужны были какие-нибудь теплые шерстяные перчатки для моего пуховика. И мой взгляд остановился на вот эти фото, они коричневые и здесь вот такие вот оборочки. Мне они понравились своим составом, потому что здесь 70% шерсти, 10% кашмира и 20% синтетики, для того чтобы они не сжимались, в общем-то, держали форму. Очень довольна своей покупкой, тем более, что их начальная цена была 30 евро, я их купила за 10 евро и безумно этому рада. Тем более, что я еще зимой думала их, чуть ли не на полную цену покупать. Что ж, мы плавно с вами переходим в весну. И первая моя весенняя покупка была тоже совершена на зимних скидках, но как ни странно, была вот такая вот прекрасная блуза в магазине Zara, которая тоже была очень хорошо уценена, то ли с 30, то ли с 40 евро на 10. И вы ее могли у меня уже видеть в ролике, где я восторжила на 8 марта и еще на каком-то видео. Но это не важно, она просто превосходна такого вот небесного голубого цвета, с желтенькими цветочками и серединка у них красненькая. Это весна. Как только восходит солнце, у нас тепло, я сразу же тянусь к этой блузе, потому что это действительно синоним весны. Я обычно опоясываюсь тонким голубеньким ремешком, смотрится это очень женственно, по-весеннему, по-девичьей. И я просто каждый раз радуюсь. Очень красиво. И ношу ее как с брюками, так и с юбками. Она даже на меня немножко великова. Я купила М-ку, потому что только М-ка там и была. Это исключение из случаев, когда я покупаю вообще другой размер. Но я, конечно, перед этим померила, увидела, что с ремешком смотрится очень красиво. Вы знаете, что я очень люблю шляпы. Я проходила, в общем-то, всю осень и зиму, если, конечно, не были слишком, слишком такие холода в шляпе. Вернее, в шляпе, в шляпах. И я присмотрела еще одну, которая мне приобрела своим глубоким синим цветом. Как только я ее померила, мои глаза стали еще голубее. И, ну, в общем-то, была рада, что, конечно, она цена, снова же, она стоила 60 евро. Я ее купила за 40 евро. Ну, как обычно, шляпы всегда делают большинство под один размер. И потом их, конечно же, надо под себя делать меньше. Поэтому я этим потом займусь. Но вот так вот она на мне смотрится. По-моему, очень мило, прекрасный цвет. И я этой покупкой тоже очень-очень довольна. Что ж, мы плавно с вами переходим в весну. И первая моя весенняя покупка была тоже совершенно на зимние скидки. Но, как ни странно, была вот такая вот прекрасная блуза в магазине Zara, которая тоже была очень хорошо уценена. То ли с 30, то ли с 40 евро на 10. И вы ее могли у меня уже видеть в ролике, где восторжена на 8 марта и еще на каком-то видео. Но это не важно. Она просто превосходна такого вот небесного голубого цвета с желтенькими цветочками. И серединка у них красненькая. Это весна. Как только восходит солнце, у нас тепло, я сразу же тянусь к этой блузе, потому что это действительно синоним весны. Я обычно опоясываюсь тонким голубеньким ремешком. Смотрится это очень женственно. По-весеннему, по-девичьи. И я просто каждый раз радуюсь. Я совершенно забыла вам показать еще последнюю вещь. Это вот такое вот тоненькое пальто на весну, которое я сразу же одела, чтобы вам показать. Оно такое довольно свободное. Напоминает такую форму кимоно. Рукава в три четверти. Темно-синего цвета. Был мне подарен мой мамой. И пальто из магазина H&M. Сейчас я вам вставлю, конечно же, фото, чтобы вы увидели, как это смотрится на мне. В прошлом видео я вам показывала свою такую вот сумочку, которой я просто была бешено рада. Потому что она действительно очень хорошо в носке. Цвет, форма, все-все-все-все. И недавно мы проходили снова же мимо в магазине, мимо сумок Редли. И у них появилась новая коллекция. Нам с мужем там понравилась одна сумочка. Одна форма, она была с сиреневого цвета. И еще вот такого вот, такого вот цвета. Ну и мой муж меня порадовал подарком. Недавно я получила ее в подарок. Я получила ее в таком вот сиреневом цвете. Он такой вот сиреней с примесью серого. То есть ее можно будет носить не только весной и летом, но также зимой и осенью. Потому что у нас сейчас была пасмурная погода, все-таки была зима. И я все равно ее как бы носила. Смотрится это очень даже хорошо с моим пальто. Поэтому вот такая вот универсальная сумка. Практически на всех сумках еще есть вот такие вот брелочки. С такой вот собачкой, которая на самом деле является логотипом этой фирмы. Но если честно, мне это не особо нравится. Как-то мне слишком напоминает, знаете, такое немножко что-то детское. Поэтому я их снимаю. Ну а сумка для меня это, конечно же, наравне с той. Одна из моих любимец. У них прекрасное качество. У них все прошито, все швы. Сделано на совесть. Кожа прекрасного качества. Ощущение, как она внутри. Как она открывается. Как собачка, в общем, проскользит. Это, не знаю. И мне нравится, что здесь у них вот такой один карманчик. Это сзади. Затем сама форма очень интересная. Потому что это сумка в сумке, как будто бы. То есть у вас здесь и здесь можно что-то положить. А это уже вот в середине молния, куда, в общем-то, где сама сумочка. Внутри уже стандартно. Здесь кармашек и здесь на молнии кармашек. Снова же их эмблема с собачкой внутри. Ну, посмотрите, как красивая ткань. То есть они ткань подбирают под цвет. Снова же внутри даже тоже делают вот такое вот тесьмо из кожи. То есть сделано все действительно на совесть. Я удивлена их качеством. Не то, что удивлена, но я теперь точно буду знать, что это моя фирма по сумкам. И буду теперь у них, если что-то, то у них покупать. И снова, ее приоритеты. Для меня, как и в той сумке, это то, что ее можно держать за короткие ручки. А также, что можно носить на плече. Потому что, снова же, я еду на работу или с работы. У меня обычно всегда книга в руках. У меня еще какой-нибудь пакет в руках. Может, в покупке какие-то. И не всегда есть возможность держать за ручку. Или зазвенел, допустим, телефон. Мне быстро надо достать. Мне намного удобнее повесить ее. Ее можно повесить через плечо в диагональ. Я в полном восторге. Ношу ее с большим удовольствием. Поэтому, в общем-то, в моей радости нет предела. И у меня еще одна сумочка появилась. Вот. На этом будет все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам до следующих встреч в новых видео. Всех целую. Всем пока. Прошу вас также посмотреть мои последние видео. Одно это будут покупки одежды за последние полгода, которые я сделала недавно. И также за ним последует видео с покупками косметики. Это андрогенное такое. И оно очень хорошо на мне сидит. Я его обожаю. Покупала, если честно, с мыслями на весну. Но у нас в январе... Здесь есть декоративный продукт. Это будет помада от Герлен. У меня это Хоши Томатик. То есть вот так вот она выдвигается. Такой глубокий винный цвет бордовый.